Это утро ничем не отличалось от многих других его пробуждений. Хотя можно ли назвать сном то состояние, в котором он находился, пока отдыхал? Вроде как закрывал глаза, но мысли продолжали течь в его голове, подобной неторопливой полноводной реке. И это утро было самым обычным. Мужчина встал, потянулся, разминаясь, смотря на шторы, которые плотно закрывали доступ к солнечному свету. А после подошел и распахнул их. В солнечных лучах можно было видеть маленькие песчинки пыли. Но не любил Валерия уборку. Такими вещами всегда заведовала жена. А теперь он поджал губы, выглядывая на улицу. После чего взялся за ручку и потянул ее, но окно не открылось. Ежедневный ритуал был выполнен. И он направился на кухню, даже не заправив постель. Постояв там и посмотрев на одинокую бутылку молока, что стояло на столе, сходил в ванную, после чего вернулся обратно в спальню, где улегся снова. Бездумно смотря на часы. Часы стояли. Он даже не мог сказать, когда именно это произошло. Когда все застыло вокруг. И он вновь начал погружаться в воспоминания. Наверное, его можно было назвать самым обычным, среднестатистическим мужчиной. Квартира, купленная в ипотеку с женой. Дочь десяти лет. Работа, которую он терпеть не мог. Но на которую приходилось ходить. Пиво по пятницам вечером. И помощь жене по хозяйству по выходным. Множество бытовых мелочей, которые раздражали мужчину. Но он понимал, что от этого никуда не денется. Хотя со временем он начал отмечать, что жена уже не так красива, как раньше. И не так уж его привлекает. Он откровенно начал скучать. Но разговаривать об этом с женой совершенно не хотел. Зато пиво по вечерам стало не только пятничным, но почти ежедневным ритуалом. Раскол в семье, который произошел из-за внутренней некой неудовлетворенности мужчины, продолжало шириться. К стыду своему он вспоминал, что жена неоднократно пыталась поговорить с ним о том, что у них происходит. Предлагала ему съездить куда-нибудь развеяться, но он решительно от всего отказывался, чувствуя глухое раздражение от присутствия этой женщины в своей жизни. И искренне считал, что именно она виновата в том, что с ним теперь происходило. Раскол в семье становился сильнее. Мужчина уже не стеснялся в выражениях, затевая женой скандалы, особенно когда был под градусом. Да еще и взрослеющая дочь осмеливалась дерзить отцу. Жена еще пыталась что-то поправить, как-то выправить все это, но он этого не хотел. Ему было гораздо удобнее двигаться по течению, чем пытаться сопротивляться и пытаться исправить то, что происходило. Вспоминая все это сейчас, он испытывал жгучее чувство вины. Как он мог быть таким идиотом, ведь он любил и жену, и дочку. Все получилось так. Он думал уже об этом неоднократно, и каждый раз чувство стыда набрасывалось на него, словно голодный зверь, и гладало его душу без всякой жалости. Наверное, он заслужил это. На самом деле он перебрал уже множество версий, почему здесь оказался. Но никакая из них не звучала правдоподобно. Хотя он находится в месте, которое застыло. Голубь, пролетающий мимо окна, замер в позе, словно на фотографии. Крылья широко распахнуты, и можно разглядеть каждое перышко. Люди, гуляющие в сквере у дома. Они тоже замерли. Некоторые даже в весьма нелепых позах. Машины перестали ехать. А деревья так и замерли, слегка склонив свои макушки от ветра. Солнце светило ровно, на одной и той же высоте. Но не было жарким. И ни одного звука не проникало в квартиру. Вода не лилась из крана, продукты не портились. Но у них не было вкуса. Часы стоят. Мужчине казалось, что он просто спятил. Конечно, он не мог поверить в это. Метался, орал, пытался крушить мебель. Но нет. Он слышал собственный голос. Как слышат биение своего сердца и ток крови в венах и артериях. Но стоит крику вырваться из его рта, как тот сразу затихает. Мебель не скрипела и не пружинила под его ударами. И боль от ударов он тоже не чувствовал. Только небольшое давление, вот и все. Он бесновался так долго, насколько только мог. А потом просто отключался. И когда он вновь очнулся, все было таким же. Он не чувствовал голода, только редкую усталость, которая заставляла его ложиться спать. Это было единственным признаком того, что он единственный живой в этом мире. Ведь окна и двери в квартире не открывались, словно были сделаны из единого куска материала. Он не знал, сколько прошло времени, пока не смирился со всем происходящим. Он оказался узником и принялся размышлять. Теперь это было его ежедневным занятием. Между тем временем, пока он спит. Мозг был не в состоянии принять ситуацию. Все равно пытался подгонять все под привычные рамки. Пускай это и было слишком непросто. Мужчина с горечью понимала, что потерял свою семью. Ведь скандалы стали ежедневными, а его пьянство постоянным. Жена в один момент не выдержала, смотря на него печальными голубыми глазами. Собрала их с дочкой вещи и куда-то уехала. Ему было плевать. Он торжествовал. Торжествовал, что наконец избавился от такой обузы. Невзирая на его медленно опускающийся образ жизни и огромное количество бутылок, он все равно умудрялся держать свое жилье в относительной чистоте. Иногда трезвее он чувствовал боль. Ведь теперь здесь не было жены и дочери. И тоска заполняла его сердце. И эту тоску. Не в состоянии признать собственные ошибки, он вновь начинал заливать. Это был какой-то бесконечный круг. Ну или петля, из которой ему было не выбраться. Вот только благодаря этой зацикленности он медленно опускался все ниже и ниже. Сейчас, лежа в этом застывшем мире, он осознавал, что сам себя вел в пропасть. А ведь начиналось все с простой бутылочки пива. Легкого недовольства. Усталости от рутины семейной жизни. Почему он тогда пустил все на самотек? Почему не поговорил с женой? Почему они не поехали в отпуск, чтобы всколыхнуть застоявшуюся семейную жизнь? Почему не подумал спросить у других пар, как они справляются с этим? Таких почему у него скопилось уже достаточно. Но у него не было ответа. Вернее, он не хотел искать его так глубоко. Прекрасно понимая, что все дело в его внутренней слабости. И, наверное, какого-то страха. Ведь только поэтому он начал обвинять кого угодно в своем падении, но никогда не винил самого себя. Быть может, эта замерзшая комната – это наказание за его грехи. И если это действительно наказание, то сможет ли он заслужить себе прощение искренним раскаянием? Мужчина лежал на скомканной постели, не обращая внимания на желтеющие от сигаретного вонючего дыма обои. Он не видел огромного количества бутылок, что стояли и лежали на полу. Что громоздились на столе и стульях? Он не видел собственной одежды. Старой и изношенной, грязной и заштопанной, весьма неумелой рукой. Он не замечал совершенно ничего, полностью погруженный в собственные мысли. Но еще недостаточно глубоко, чтобы искренне попросить прощения у своих родных и близких людей, которым принес столько боли. Как он? А вы кем его приходитесь? Я его жена. Бывшая. К сожалению, его состояние без изменений. Прогнозы таковы, что, скорее всего, он не выйдет из комы. Сочувствую вам и приготовьтесь к худшему. И что с ним произошло? Скорее всего, отравление некачественным алкогольным напитком. Плюс он упал и сильно ударился головой о батарею. К сожалению, его обнаружили слишком поздно. Да и то только потому, что прорвало канализацию. И в квартиру выломали дверь. Крепитесь. Больше ничего не могу сказать. Женщина печально посмотрела на своего бывшего мужа, что лежал на боличной койке, опутанной проводами. И прислушалась к равномерному писку аппаратуры. Что делать она совершенно не знала. И как сказать дочери о том, что произошло с ее отцом? Она не знала. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...